Как вести себя со своими знакомыми мусульманами? Можно ли есть их еду, отмечать их праздники? Ну, вопрос, наверное, касается представителей всех вероисповеданий. Что значит «отмечать»? Одно дело, меня пригласили в гости. Так, может быть, это пригласили какие-то очень близкие друзья. Друзья. Ну, и действительно, будет, может быть, нехорошо, если я откажусь. Другое дело, что такое «отмечать»? То есть праздновать его, как свой праздник. Вот тут тогда возникает вопрос – что, Бог двоеверен, что ли? Чтобы не было вот этого момента, знаете ли, когда человек уже, так сказать, входит в эту стихию и уже начинает отмечать этот праздник, ни свой, ни православный, ни церковный, как свой праздник. То есть он уже и туда, и сюда. Я думаю, никто не обидится. Так же, как не обидимся мы, если, например, мусульманин не захочет или не сможет прийти на Пасху ко мне, я нисколько не обижусь, я прекрасно его понимаю, что для него нет этого праздника. Так же и он не обидится, когда мы скажем, что для православия этот, например, праздник, он, ну, не подходящий для меня. Ну, не подходящий для меня, ну, ничего, что-то обижаться. Правда? По-хорошему только надо. Объяснить и ему сказать, как ты ко мне не придёшь, так я к тебе не приду. Но иногда бывают ситуации, да, когда, конечно, не прийти к нему, просто по-хорошему просто посидеть, в конце концов, там, за столом, но без того, чтобы это означало, что я праздную тоже ваш вот этот праздник. Так же, как и он придёт, он не будет праздновать наш, допустим, праздник. Важно тут соблюсти, что принцип, я бы сказал, ну, благожелательства, доброго отношения. Вот, это очень и очень важно. Так что, я думаю, отчасти это можно иногда. Продолжение следует...